Телеканал КРТ представляет Ну да, давайте разберем этот момент поподробнее. Во-первых, мы имеем дело не с указом Трампа о выводе 9,5 тысяч войск из Германии, а всего лишь об утечке из высокопоставленного источника в Белом доме о том, что такой указ может быть подписан. В общем-то, поэтому мы еще не имеем дела с фактом. Второй момент. Одних союзников в Европе, Соединенные Штаты действительно пугают, но других же обнадеживают. Начали спекуляции в последнее время о том, что теперь на постоянной основе этот контингент может быть размещен восточнее, то есть в Польше. Значит, ну нужно сказать, если говорить о присутствии военном США в Европе, то нужно сказать, что, насколько я знаю, минимального уровня она достигла где-то на рубеже 2012-2013 годов. А потом, в связи с известными событиями резкой эскалации на восточных границах Североатлантического альянса, присутствие США в Европе вновь начало расти. В первую очередь за счет восстановления механизма, который действовал во времена Холодной войны, это ротационного присутствия американских бригад. Да, значит, на самом деле Германия действительно являлась основной, что ли, так сказать, опорной точкой, является опорной точкой Соединенных Штатов в Европе. На момент окончания Холодной войны, достаточно вспомнить, там был порядка 400-тысячный иностранный контингент, 200 тысяч из которых составляли американские военнослужащие. Но суть дела даже сейчас не в том, насколько будет поддержано именно военное присутствие США на европейском континенте и куда будет, так сказать, смещаться вектор, понятно, что он восточнее будет. Здесь вопрос как раз в отношениях Германии и Соединенных Штатов. Это политический сигнал. Буквально за две недели до вот этой вот утечки была дискуссия о том, в каком формате проводить Большую Семерку, если вы помните. Трамп собирался пригласить туда, во-первых, провести очную встречу, во-вторых, туда пригласить, насколько я помню, лидера Российской Федерации, лидера Бразилии, Австралии и Японии, если я не ошибаюсь. И, соответственно, это вызвало очень неоднозначную реакцию у других представителей Большой Семерки, в частности, канцлер ФРГ госпожа Меркель заявила, что на такую встречу не поедет. Ну вот, соответственно, пошел встречный политический сигнал. В Германии, конечно, это вызвало серьезное беспокойство. Но не потому, что будет выведен, предположим, контингент в 10 тысяч человек, а скорее из-за того, что дальше могут последовать некие экономические шаги. А вот это уже значительно опаснее. Почему? Ну, мы знаем, что Германия не только четвертая экономика мира, но и большой, один из главных крупных глобальных экспортеров. Порядка полтора триллиона долларов в год. И для ФРГ Соединенные Штаты – это большой рынок сбыта. И, собственно, товарооборот ФРГ и США составляет порядка 200 миллиардов евро в год. Из них Германия имеет положительное сальдо – порядка 50 миллиардов, чуть меньше. Поэтому, если за политическими шагами, а это демонстрация, так сказать, политической решимости Белого дома, если последуют дальше шаги, например, по ограничению экспорта автомобилей европейских, ну, это в первую очередь немецких коснется, то, соответственно, экономика ФРГ будет терять рабочие места и терять импульс. А сейчас в условиях экономического кризиса, пандемии, вообще замедления – это грозит серьезной катастрофой. Поэтому немецкие политики взволновались. И, в общем-то, начали посылать множество сигналов о нежелательности вывода американских войск. Появилась масса статей и в американской, и в европейской прессе о том, что это как бы форма такая. Предательство союзников. Союзники разочаруются в способности США гарантировать их безопасность. Вот после этого будет ли принято решение, собственно, о выводе войск – непонятно. Ну, во-первых, и успеет ли Трамп его реализовать, скажем, до начала осенней избирательной кампании. Ну, вот вопрос. Ведь была некая концепция там оборонительная. И была своя логика, что в Германии как бы находятся войска. Когда был Варшавский договор, понятно, что, так сказать, граница с Польшей, и там еще с другими государствами, позже, что несколько в глубине находятся эти войска, имеют возможность там запас, чтобы развернуться по времени. А переброска в Польшу, ну, с точки зрения как бы военных действий, оно же мало что дает. Это скорее символический жест. Ну, понимаете как, надо смотреть по реакции других государств здесь. Реакция Российской Федерации в этом смысле была достаточно жесткой. Они заявили о том, что перемещение и создание на постоянной основе базы американских войск Польши станет де-факто пересмотром основополагающего акта Россия-НАТО. То есть это создает, скажем так, такую линию и напряжение, после которой, скажем, будет очень сложно поддерживать, ну, и дипломатические, наверное, контакты в том числе. То есть о сотрудничестве вряд ли можно уже вести речь. Вот. Но вы понимаете сейчас, что меня настораживает очень сильно, вообще каркас глобальной системы безопасности, он в принципе ломается. То есть мы видим, как отмирают один за другим договоры, которые гарантировали, скажем так, некую прозрачность, коллективную безопасность и контроль за вооружением. В первую очередь ядерный. Смотрите, закончился, ну, собственно, прекратил свое действие ДРСМД, почил в БОЗе да все договор по ПРО. Сейчас, в общем-то, фактически уже начался пересмотр СНВ, договора стратегических наступательных вооружений. Если, ну, как, американцы настаивают, чтобы был включен Китай, и договор стал трехсторонним, КНР отказывается по понятным причинам, не желая ограничивать суверенитет и допускать наблюдателей Соединенных Штатов. Да, вот недавно почил в БОЗе договор об открытом небе. То есть вот вся эта система безопасности, которая была выстроена в процессе холодной войны и на выходе из нее, вот она сейчас вся терпит крах. Что это означает? Это означает, что, собственно, по всем границам, то есть начинают вот эти вот, у нас появляются, ну, такие серьезные силовые разломы, вокруг которых будет создаваться новая архитектура безопасности. И в этом смысле для НАТО очевидно, что вот этот силовой разлом – это некая Балто-Черноморская ось, по которой они, скорее всего, Альянс, скорее всего, и будет выстраивать, скажем так, новую сеть опорных точек. Чему это приведет? Ну, естественно, как сказать, к росту взаимного напряжения. Посмотрим, что будет делать следующий хозяин Белого дома. Но недавно выступал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Вот, собственно, он достаточно четко заявил о начале пересмотра стратегической концепции деятельности Альянса. Будет новая концепция НАТО 2030. Там появятся новые стратегические ориентиры. И вот посмотрим, насколько вырастет присутствие Североатлантического Альянса именно на восточном рубеже. Поэтому, как бы, военный аспект в Переброске тоже существует. Но пока, вот, все-таки, мне кажется, это некий политический сигнал для… Я имею в виду вывод американских войск. Это все-таки некий политический сигнал администрации Трампа в Германии. – А вот такой вопрос. А насколько реально, так сказать, трение между Грецией и Турцией могут вызвать, ну, я понимаю, наверное, не войну, но, тем не менее, как минимум стычки, например, патрульных катеров, что уже тоже будет. – Ну, отношения этих двух союзников по НАТО, они же, вы знаете, всегда складывались неблагополучно, и все здесь с кипрской проблемой. А сейчас, и в связи, так сказать, с открытием газовых месторождений в Средиземном море, все это достаточно серьезно оспаривается, плюс проблема беженцев. Ну, зависимость этих двух стран от, скажем так, центров принятия решений других, она достаточно высокая, поэтому довести уровень, ну, как сказать, уровень эскалации не вырастет выше определенной отметки. То есть, да, могут быть какие-то пограничные инциденты, да, может быть, демонстрация каких-то территориальных притязаний, да, например, как демонстративная разведка и добыча полезных ископаемых на оспариваемых участках. Но, как бы, до вот таких вот серьезных пограничных инцидентов, я думаю, что дело не дойдет, вмешаются Соединенные Штаты, вмешаются другие крупные государства, и конфликт будет подавлен. Ну, довести его до эскалации не дадут, как мне кажется. Ну, и последний вопрос, немножко, так сказать, не столько Европа, сколько НАТО. Но, в принципе, если мы посмотрим последнее время, то НАТО отступает. То есть, Афганистан, Ирак, наверное, можно еще... Ну, Сирия, это все-таки Соединенные Штаты, была их собственная, так сказать, компания там. Но, тем не менее, мы видим некое сворачивание этой организации. То есть, период экспансии закончился, и, так сказать, следующий цикл неизвестно, когда наступит. Ну, смотрите, Атлантист, наверное, сказал бы вам, что НАТО сосредотачивается. Есть такая формула. Отступает на заранее подготовленные позиции. В принципе, если, скажем так, мыслить, отбросив некие идеологические шаблоны, то, в общем-то, на сегодняшний день, и Столтенберг в этом, в общем-то, он понимает, как должна эволюционировать организация, он сказал о необходимости большей политической интеграции. Что происходит? Понимаете, есть некая конкуренция на европейском континенте, я имею в виду, какая сейчас цель НАТО, да? Значит, есть некая конкуренция на европейском континенте, что станет точкой политической сборки? Европейский Союз как субъект? Или все-таки будет организовано вот это вот большое евроатлантическое пространство, где НАТО приобретет некую новую функцию, став не только оборонным союзом, но и в большей степени приобретя роль координатора внешней, оборонной политики, политики безопасности, а может быть и в других сферах, да? Например, в Германии была инициатива по созданию медицинского НАТО, да? То есть создание неких новых сфер, то есть НАТО может расширяться. Вот. С другой стороны, если говорить о военном аспекте, то на сегодняшний день присутствие на Ближнем Востоке важно, или там в Афганистане, но оно, ну, как бы не имеет такого стратегического горизонта, да? В Соединенных Штатах сейчас основная задача – это, ну, как ее формулирует Трамп, это стать энергетической сверхдержавой, то есть на самом деле там на Ближнем Востоке ему же не так интересно контролировать эту нефть, а лучше договариваться и искать рынки для сбыта своей. Вот. Ну и, соответственно, как концепция сдерживания России, она остается, поэтому концентрация именно на европейском континенте сейчас становится для НАТО перспективнее. Почему еще происходит это стратегическое отступление? Ну, смотрите, здесь есть совершенно объективная сторона. Ну, экономики-то в кризисе, и экспансия, она требует, даже не столько экспансия, сколько поддержание своего присутствия в регионах разных, оно требует достаточно серьезных инвестиций. Кстати, одно из требований Трампа, если мы помним, к своим европейским партнерам, это, собственно, увеличение финансирования НАТО и увеличение, собственно, финансирования оборонных расходов минимум до 2% ВВП, чего, как сказать, та же Германия, она, по-моему, на уровне 1,1 или 1,2 финансирует, то есть даже 1,5% нет. Вот, поэтому, как бы, есть некая объективная экономическая сторона и есть некая стратегическая сторона, то есть концентрация на, так сказать, обустройстве новой вот этой силовой линии разграничения. Ну, как им НАТО обустроить, пусть они сами думают. Благодарю вас за комментарий, будем еще к вам обращаться. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!